Здравствуйте, меня зовут Лев Аворин и мы поговорим сегодня о современной русской литературе и литературной ситуации. О том, где бывает современная литература, как она бытует, каким образом разные проекты, бумажные, сетевые, уживаются и конкурируют друг с другом. И что, собственно говоря, нужно понимать, если вы хотите в этом лучше разбираться. Мы сейчас находимся в ситуации, когда в русской литературе одновременно работают и активны несколько поколений, от тех авторов, которым немного за 20, до тех, кому уже за 80. Недавно, к сожалению, скончался один из старейших русских писателей Леонид Зорин, который, например, в детстве, будучи писателем-вундеркиндом, общался с Горьким и Бабелем к вопросу о, так сказать, преемственности поколений. И до последних месяцев жизни он публиковался в одном из старейших русских толстых журналов «Знамя». Соответственно, существуют и функционируют с разной степенью успешности разные формы бытования литературы. Тот же журнал «Знамя» регулярно вывешивает свое содержание на своем сайте и в так называемом журнальном зале. Таким образом, то, что написал Леонид Зорин и то, что пишут современные молодые авторы, там печатаемые, моментально доступны. Интернет вообще подминает все под себя, все больше и больше. И благодаря тому, что мы можем публиковаться моментально, и моментально, например, в социальных сетях, как многие авторы, получать фидбэк не только по поводу своих произведений, но и по поводу новостей в своей профессиональной жизни, каких-то личных соображений, но все это, конечно, гораздо удобнее. Слово «сэмэздат», которое в советское время обозначало нелегальную публикацию запрещенных произведений, нелегальное их тиражирование на печатной машинке или на каком-то домашнем ротопринте, теперь обозначает самопубликацию через интернет-ресурсы. Интернет для литераторов, как и для художников, и для производителей видеоконтента – это среда очень быстрого реагирования. И это касается не только моментального читательского отзыва, моментальной монетизации в случае с электронными книгами, но и литературной критики, которая должна откликаться на новинки. Это, с одной стороны, держит читателя в курсе новейших событий. Книга вышла, и на нее тут же появилось несколько рецензий. Существуют, по крайней мере, на Западе и сайты-агрегаторы рецензий, например, прекрасный сайт «Букмаркс», где вы можете прочитать рецензии изо всех ведущих газет, журналов и интернет-изданий на какие-то новинки. С другой стороны, когда мы имеем дело с такой моментальной критикой, теряется очень важный эффект длительного осмысления книги. В толстых журналах, например, неслучайно можно встретить отзывы на книги прошлогодние, даже позапрошлогодние, и это хорошо, потому что рецензент имеет возможность, во-первых, просто дольше обдумывать свой текст, во-вторых, уже воспринимать книгу в контексте ментальной реакции на нее, читательских оправданных или неоправданных ожиданий. Таким образом, он способен создать более глубокое ее исследование. Ну, собственно говоря, в интернет-публикациях никто тоже не отменяет такого рода эссе, но они публикуются реже и никогда не проходят под видом рецензий. Бумажные журналы по-прежнему выполняют некую важную, я бы сказал, отлаживающую функцию. Мы все можем, наверное, перечислить. Издания, такие как «Новый мир», «Знамя», «Звезда», «Дружба народов», «Волга», к сожалению, ведущие такое полупризрачное существование журнала «Октябрь», эти издания по-прежнему престижные экспертные площадки, потому что в них работают профессиональные редакторы, профессиональные составители разделов, и это довольно известные в литературе люди. Благодаря узнаваемости бренда эти журналы служат местами издания важных новинок. Многие романы, которые впоследствии, например, получают премию «Большая книга» или такие книги, как «Биография Индикта Ерофеева», написанные Олегом Ликмановым, Михаилом Свердловым и Олегой Симоновским, они публиковались главами, кусками в толстых журналах в том же «Новом мире». Дмитрий Данилов, замечательный писатель и драматург, лауреат «Золотой маски», один из самых востребованных сейчас драматургов, он по-прежнему отдает свои новые вещи в новый мир. А поэтические сборники, кстати, печатают в замечательном маленьком независимом нью-йоркском издательстве «Айлорес». Да, несмотря на то, что издательство нью-йоркское, оно издает именно русскую поэзию. К стратегиям публикации и саморепрезентации толстых журналов, конечно, есть свои нарекания. Многие толстые журналы советского еще образца, советского призыва, которым по 80-90 лет, они по неволе консервативны. У них есть своя читательская база, в основном библиотечная база, которую нельзя от себя отвратить какой-нибудь шокирующей публикацией. Многие до сих пор очень к этому чувствительны. Да, физические копии, бумажные экземпляры толстых журналов читают в библиотеках. Собственно, благодаря системе распространения по библиотекам России эти журналы выжили в 90-е. Но вместе с тем и для них все более важным каналом становится интернет. У большинства журналов есть собственные сайты, многие представлены в журнальном зале, и это нельзя не учитывать и на уровне содержания. Нельзя не говорить о том, что существует огромная интернет-среда, нельзя не обращать внимание на более современные яркие новинки. И, собственно говоря, журнальный зал, по крайней мере, на первом этапе своего существования был такой гигантской платформой, которая объединяла толстые журналы и создавала единое эстетическое поле, за несколькими важными исключениями, о которых я чуть позже еще скажу. Журнальный зал был создан в 1996 году, долгое время он базировался на основе русского журнала, и в нем были представлены, в него выкладывали свои номера порядка двух десятков важных толстых журналов, от знамени до иностранной литературы, от Волги до возрожденных в свое время и потом вновь, к сожалению, заглохших отечественных записок. Осенью 2018 года из-за разногласий с владельцами, да и из-за проблем с финансированием, журнальный зал неожиданно перестановил обновление, и это стало поистине катастрофическим моментом для многих журналов, которые не смогли донести свое содержание до постоянных читателей в течение нескольких месяцев. Симптоматично, что тут же появились клоны журнального зала, например, возник новый журнальный зал, активизировались конкурирующие порталы, такие как Intel, Ross или Megalit, и именно тогда многие журналы, которые до этого довольствовались журнальным залом, завели себе отдельные страницы. Вместе с тем, конечно же, журнальный зал был очень консервативной площадкой, памятен, например, скандал с невключением в него одного из лучших современных литературных журналов с точки зрения поэзии, я думаю, просто лучшего, журнала «Воздух». В 2000-е и 2010-е годы начали возникать уже новые издания от журнального зала и от унаследованной от Советского Союза системы журнального дела «Независящие». Какие-то эти издания были совершенно одноразовыми, например, альманах под названием «Двенадцать крайностей». Какие-то кратковременными, но тем не менее важными, например, замечательный журнал «Русская проза», который публиковал новаторскую, неомодернистскую прозу, и прозу, давно забытую и вновь обретающую вторую жизнь. Какие-то сумели удержаться на плаву и изменили ландшафт. Я говорю о таких изданиях, как, например, «Воздух», как «Транслит», как журнал «Носорог». Нельзя сказать, чтобы это была какая-то конкуренция. Да, наше литературное поле по-прежнему слишком невелико, чтобы говорить о серьезной конкуренции, и многие авторы успешно сотрудничают с огромным количеством изданий. Конечно, чем успешнее авторы, тем больше изданий захотят иметь с ним дело. У этих журналов разные задачи. Они как бы вне положенной журнальному залу, они ориентированы на другую, более молодую, отчасти более политизированную аудиторию. Например, журнал «Транслит» или «Альманах Транслит» – это, в общем, один из важных литературных органов современных молодых левых. И социальные задачи он ставит перед собой равно как и литературные. Точнее, он следит, каким образом общественное, экономическое, политическое притворяется в литературе, но, конечно, не забывает и о довольно сложных эстетических практиках. В частности, был у них выпуск, посвященный так называемой «языковой школе». Любопытно, что по сравнению с англоязычным литературным интернетом русский гораздо более открытый. Журналы полностью выкладываются онлайн, и paywall, то есть запрет на чтение, если вы не оплатите публикацию, считается таким, скорее, признаком отсталости и возможности не донести свой контент до читателей. Например, журнал «Вопросы литературы», профессиональный филологический журнал, позволяет читать себя только по подписке, а в свое время он полностью выкладывался в журнальном зале, и многие жалеют о таком решении. На Западе, наоборот, журналы могут рассчитывать на поддержку своих постоянных читателей, и интернет-ресурсы постепенно следуют этой модели. Причем не только специализированные, но уже и крупные издания, такие как «Нью-Йорк Таймс» или «Вашингтон-Пост», или, например, во Франции «Монд» и «Фигаро». Кто-то просит денег, кто-то просто просит зарегистрироваться, чтобы продавать таким образом рекламу, но в то же время открытая публикация остается средством для новых авторов, для авторов радикальных, которые желают заявить о себе и популяризировать свою повестку, сделав упор, кстати, именно на текст, а не на какую-то эффектную визуальную его подачу. Например, достаточно влиятельный сайт «The Creative Independent» состоит только из текстовых блоков, никаких иллюстраций там обычно не бывает. Несмотря на тот пафос горизонтальности и отказа от институциональности, который часто транслируется молодыми литераторами, они сами ощущают органическую необходимость институции и какого-то объединения в так или иначе общие группы. Показательно, что основной рост интересных проектов приходится именно на интернет, где возможно и быстрое какое-то кооперирование, и быстрая смена ролей, и гибкость в редактировании и добавлении материалов. Я говорю о таких ресурсах, как «Литература», как «Сигма» и его феминистское подразделение «Ф-письмо», как «Грёза», как недавно появившийся очень симпатичный поэтический журнал «Флаги», как, опять же, недавно появившийся и очень симпатичный журнал «Артикуляция». Это, конечно, и образовательные проекты, такие как «Арзамас» и «Магистерия», ну и, конечно, «Полка», на которой я большим удовольствием работаю. Даже органически хаотичный сетевой самоиздат «Проза» и «Поэзия» соцсетей стремятся к какой-то, в кавычках, легитимации. Стилистические, отчасти наследующие контркультурным сайтом 2000-х, такие проекты, как «Неоновая» или «Неоновая» литература, они связаны со вполне солидными книжными сериями, да, с книжной серией Вадима Левенталя в издательстве «Fluid Free Fly». А сайт этого проекта при этом напоминает форум единомышленников с горячими и совершенно, так сказать, ненормативными обсуждениями. Разумеется, такие явления очерчивают собственное поле, и вообще это задача любого вменяемого культурного проекта, даже максимально инклюзивного. Вся литература состоит из подобных полей, которые взаимно перекрываются, и одна из важных задач критика – не терять эти множащиеся поля из виду. Эти поля, бывает, что сегментируются по эстетическим, по политическим критериям, по критериям просто средовым. Кто-то не знает, кто такой интернет, да не доверяет ему и остается да в сугубо печатный ниш, конечно, таких людей все меньше. Политические события, такие страшные, масштабные, как, например, события в Украине 2014 года, да, конечно, разделяют тоже людей, ставят их по разные стороны барьеров, и, наверное, это было самое мощное, разделяющее событие в новейшей русской истории. В качестве ориентиров, чтобы охватить все это поле, ну или хотя бы попытаться это сделать, можно смотреть на рецензионные разделы крупных изданий, таких как «Сайт Горький» или «Ведущие толстые журналы». Можно смотреть на портфели зарекомендовавших себя крупных издательств, как действительно мейджоров, таких как «Эксмо, АСТ» и их импринта, так и независимых, небольших издательств, которые считаются допризнанными лидерами интеллектуального книжного рынка, такие как издательство Ивана Лимбаха, «Новое литературное обозрение», «Новое издательство», издательство Института Гайдара и «Альпина Нонфикшн». Да, это те издательства, которые стоит знать, если вас интересует именно качественный, хорошо написанный, хорошо переведенный нонфикшн. Не так давно к ним присоединилось молодое издательство «Индивидуум», чьи книги тоже я могу с удовольствием рекомендовать. Ну и, конечно, можно смотреть на премиальные списки, при том, что премий тоже много, и они по-разному ориентированы и в политическом, и в эстетическом плане. Сравнение этих списков позволяет сказать, что заметного вышло в литературе за отчетный период, обычно за год. Собственно, важнейшая цель любой премии это создание поля для обсуждения литературы, а уже во вторую очередь награждение автора. Поэтому часто говорят, что шорт-лист и лонг-лист литературной премии важнее, чем то, кто стал лауреатом. Конечно, этого человека мы поздравляем, мы будем его усиленно читать, но важно, что мы поняли, в каком контексте он действовал, на кого он мог опираться, от чьих опытов отталкиваться, и с кем мог полемизировать, и больше того, какие общие задачи, какие общие проблемы решат целый набор текстов. Премии, конечно, это еще и деньги, поэтому вокруг них всегда бывает много что, скандалов, ссор и дрязг. Но если мы говорим о монетизации современной литературы, о, как шутили в XIX веке, презренном металле, то популярные сетевые авторы, которые в основном пока что, что называется, пролетают мимо коротких и длинных списков национальных премий, вполне способны обеспечивать монетизацию своей работы безотносительно, как ни прискорбно, качества текстов. Для этого, конечно, порой требуются традиционные средства раскрутки, средства, так сказать, оффлайновые, это и проведение концертов, и акций, ну и, разумеется, выпуска, продвижение книг в случае поэзии, да, поэтических сборников. На Западе эта система уже довольно четко отлажена. Из таких платформ для самопубликации, как Wattpad, выходят сверху спешные авторы, которые заключают многомиллионные контракты на свои книги, на их экранизацию. Самый известный Wattpad-овский пример – это молодая писательница Анна Тотт, автор такой серии под названием «После». Это такие романы в нише Янга-Дал, то есть предназначенные для подростков, и в основе их лежит история сложных и трагических взаимоотношений внутри сообщества фанатов группы One Direction, такой поп-группы, которая в свое время выстрелила после победы на X-Factor. Да, в основе этих романов любовные отношения, какие-то просто психологические конфликты. Критики эти романы разругали вдрызг, назывались сопливым фанфикшеном, но продажи, несмотря на это, зашкаливают. То же самое можно сказать об Э.Л. Джеймс, чьи 50 оттенков серого, да эротические сады маза бестселлер, выросли из фанфика по «Сумеркам» Стефани Майер. Платформы для самопубликации, которые, кстати сказать, постепенно внедряют для отбора топовых произведений искусственный интеллект, да, уже существуют какие-то такие фильтры, которые позволяют сказать, будет произведение успешным или нет, и что самые печальные авторы начинают писать специально под эти фильтры. Так вот, эти платформы, они по отношению к авторам невероятно дружелюбны. Они предлагают советы. Такие платформы, как, например, Ридеро, позволяют сверстать собственную книгу и запустить ее и в бумажную печать по технологии Print on Demand. Но по-настоящему успешными здесь пока что удается стать единицей. Хотя энтузиазм вокруг этих платформ очень велик, и, разумеется, их создатели считают, что они смогут вытеснить традиционное книгоиздание. Особенно в нынешнюю пандемическую эпоху, когда, к сожалению, книжная индустрия и издательская индустрия претерпевают очень серьезные испытания. Все мы сейчас слышали о том, как нелегко приходится издательствам и книжным магазинам проводятся марафоны и фестивали в их поддержку и, кстати сказать, беззастенчиво пользуясь случаем, чтобы посоветовать вам поддержать ваши любимые издательства и магазины. Кроме того, несмотря на то, что на этих сервисах существует какой-то контроль, в частности, соблюдение законодательства, да, возможно, и мошенничество. Например, некоторые сервисы в свое время делали отчисления для авторов за сам факт покупки книги, плюс за то, что читатель прочитал 10 или 15 процентов электронного текста. И поэтому нашли жулики, которые на первые 15 процентов заполняли книгу каким-то осмысленным текстом, а дальше уже шла какая-то тарабарщина или они там набирали остаток текста в столбик, а не в строчку и так далее. Но, несмотря на это, им удавалось как-то неплохо заработать, хотя потом их книжки снимали с публикацией. Не так давно разгорелся скандал с крупнейшей онлайн-платформой в России «Ридеро», который был поднят блогером и писателем Сергеем Лебеденко. Выяснилось, что некая женщина выдает себя за доктора Патрика Холла, который представляется то сексологом, то танотологом, рассказывает то, как женщина должна ублажать мужчину, то, как надо свыкнуться с фактом своей смертности. И все это подается именно от лица медицинского специалиста, на что я обратил внимание Лебеденко, требующая, чтобы эти книги были либо помечены как вымысел, либо вовсе убраны из системы. Такие вещи, к сожалению, не редкость, но мы знаем, что в книжной индустрии так или иначе всегда, поскольку это тоже бизнес, и бизнес, в общем, довольно успешный, бывают и какие-то темные стороны. Несмотря на это, для всего этого совершенно не следует бояться, и в последнее время мы наблюдаем именно что взлет демократичности очень многих проектов и премий, такие ресурсы, как тоже F-письмо, артикуляция, при том, что они профессиональные, и, например, сообщество полутона для молодых авторов, пишущих стихи. Попасть туда не то, чтобы прямо очень легко, но тем не менее они открыты к предложениям, и можно попытаться в эту систему встроиться. То, что называется сейчас кейпкипинг, то есть, как бы закрывание сообщества внутри себя и попытка отварить начинающих, неофитов, все это сейчас становится все более немодным. Да, с какой-то стороны, если посмотреть, у нас по-прежнему не очень конкурентный литературный рынок и литературный процесс, несмотря на то, что очень много имен, и кому-то улыбается удача, а кто-то, наоборот, к сожалению, остается неизвестным. Но история литературы так устроена, что имена по-настоящему важные, сделавшие какие-то серьезные литературные открытия, так или иначе, странно-то известны. В последнее время существует целый бум публикаций авторов прошлого, советских времен и даже дореволюционных, которые были забыты, которым не улыбалась удача при жизни, может быть, потому что они писали на них какие-то неважные для того времени темы, особенно социальные, может быть, потому что это были женщины, а женщины в русской литературе, как и вообще в европейской литературе, традиционно имели гораздо меньше возможностей для публикации и представления своих произведений, чем мужчины, может быть, просто потому что их эстетические эксперименты не согласовывались с эпохой, как это было со многими модернистами, дожившими до 20-30-х годов. И поэтому, когда вновь появляется том какого-то автора, такого как, например, Павел Зальцман или, например, выверенное издание поэзии Константина Вагенова, это становится огромным событием, и мы таким образом заполняем лакуны на литературной карте. Больше того, авторы, которые, казалось бы, уже, скажем, шо-шо наканули в лето, начинают влиять на других, начинают полностью перестраивать оптику молодых авторов. Да, так случилось, например, с недавно опубликованным полностью Василием Кондратьевым, чьи стихи и проза, очень ценимые его современниками и узким кругом его почитателей, в 90-е теперь обретают большую аудиторию, и я думаю, что писатель Кондратьев станет очень важен для тех, кто начинает задумываться о прозе сегодня. Это, кроме того, очень насыщенная именно интеллектуальная проза, видно, насколько потрясающе образован был этот человек, как он хотел, чтобы русской прозе были доступны те же пути, что были доступны прозе английский, французский и европейский. Да, я думаю, что главное, чего Вы можете добиться, это прежде всего стать хорошими читателями, и если у Вас действительно есть и желание, и какая-то искр, то, что называется, Вы можете вслед за этим стать хорошими писателями и добиться литературного успеха. По крайней мере, да, это дело любят упорных, не отчаивающихся, хотя, безусловно, занятие – это крайне нервное, требующее напряжение, и зачастую сопряженное с жестокими разочарованиями. Я буду очень рад, если то, о чем я Вам рассказал, как-то, да, кому-то покажется интересным, и, может быть, даже поможет. Огромное спасибо Вам за внимание, а меня зовут Лев Аборин, и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok